На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Акцию под названием «Засветись» провели сотрудники госавтоинспекции. Немножечко нужно сосредоточиться, подходите к дорожке, прям вот убедиться в безопасности, еще раз просто постоять. В Развилковской амбулатории отметили День сердца. Хорошее мероприятие. Я желаю всем людям беречь свое сердце. В Центральной библиотеке города Видное прошла выставка уникальных работ художницы Людмилы Беляковой. Это и портрет, это и философия, это и пейзаж, конечно. Сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят профилактические мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности на дорогах округа. Об очередной акции под названием «Засветись» расскажет Дмитрий Книга. Накануне Дня пожилого человека, который отмечается 1 октября, госавтоинспекция провела акцию «Засветись», целью которой было напомнить пешеходам старшего возраста о том, что на переходах нужно быть особенно внимательными. Еще раз мы напомнили нашим гражданам о том, что наши люди преклонного возраста обладают уже не таким хорошим зрением, не таким хорошим слухом, переходят в проезжую часть и бывают зачастую медлительными. Обращаем внимание родителям, дети, чтобы позвонили лишний раз, чтобы пожилого человека, когда видят на пешеходном переходе, предложили свою помощь и помогли перевезти через дорогу. Во время проведения профилактического мероприятия пожилым людям вручили светоотражающие элементы – фликеры. Разместив этот предмет на одежде, пешеход станет более заметен для автомобилистов в темное время суток. Иду просто сама в себе, отвлекаюсь. Ну, поэтому мы сегодня еще раз напоминаем, что немножечко нужно сосредоточиться, подходить к дорожке, прям вот убедиться в безопасности, еще раз просто постоять. Пешеходы с благодарностью принимали символические подарки и отмечали важность проведения подобных акций. Я, во-первых, человек, который всегда за жизнь, за свою жизнь. Если ты не подумаешь, никто за тебя не будет думать. Осторожность, прежде всего, внимательность. Кроме сотрудников госавтоинспекции, в таких мероприятиях активное участие принимает общественный совет при УМВД. Помимо фликеров, пешеходам также раздавали тематические листовки. Общественный совет УМВД России по Ленинскому городскому округу всегда с удовольствием принимает участие в различных акциях, проводимых ГИБДД Ленинского городского округа и других структурных подразделений. Социальный раунд «Засветись» продлится в муниципалитете до конца октября. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Кубернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о проведении на территории Подмосковья в сентябре 2022 года антинаркотического месячника. В связи с этим в психиатрической больнице номер 24 города Видное работала горячая линия. Позвонить на нее и задать специалисту-наркологу любой вопрос, касающийся употребления запрещенных веществ, мог любой желающий. Наркологический диспансер. Да, здравствуйте. Около 10-15 человек консультируют нарколог по телефону ежедневно. Вне работы горячей линии тех, кто хочет получить совет от доктора, становится чуть больше. Как правило, для получения ответа на типичные вопросы не обязательно приходить на прием. Как можно распознать первые признаки употребления? Что необходимо делать, если вдруг обнаружили, что их близкий родственник либо знакомый употребляет? По любым вопросам мы отвечаем по телефону. Врачи признаются, что также одним из самых распространенных вопросов является, если я приду на прием, сразу ли меня поставят на учет. Конечно, это не так, тем более, что для этих действий требуется разрешение самого визитера. Мы можем предложить обратиться к нам за помощью на прием. То есть за наркологической помощью либо сам человек может прийти, либо в сопровождении родственника, либо даже для профилактики, то есть для профилактической беседы тоже. Эта информация является врачебной тайной, остается только в пределах этой больницы. Если у вас есть вопросы, касающиеся темы приема наркотиков или иных запрещенных веществ, вы можете позвонить по телефону 8-495-541-08-89. В Развилковской амбулатории отметили День сердца. Волонтеры местного колледжа своим примером показали, насколько важно для здоровья начинать утро с зарядки, а приглашенный аниматор провел для посетителей детского отделения развлекательную программу. Подробнее о мероприятии расскажет Юлия Погосян. Как писал Гиппократ, ежедневная физическая нагрузка – путь к здоровой и радостной жизни. С этим утверждением согласны и учащиеся колледжа Московия, которые свое утро начали с зарядки. Растяжка, кардио, лимфодренаж – несложный перечень упражнений, помогающий поддерживать тело и дух в форме. Это ежедневная физкультура, которая позволяет жидкости не задерживаться в организме, которая разгоняет кровь, лимфу, которая предотвращает отеки, поднимает жизненный тонус организма. И человек, который постоянно занимается зарядкой, он меньше болеет. А место проведения такого ободряющего флешмоба было выбрано не случайно. Сегодня в Развилковской амбулатории отметили Всемирный день сердца. Праздник призван привлечь внимание людей к причинам возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и научить население профилактическим мерам борьбы с ними. Всем пациентам было предложено пройти диспенсеризацию, осмотр, электрокардиограмма, анализы. Спасибо им, что они пришли. Хорошее мероприятие. Я желаю всем людям беречь свое сердце. Оно у нас одно и бьется оно с 21 дня зачатия и до конца нас жизни сопровождает. Поэтому чем больше мы будем с любовью относиться к нашему сердцу, тем мы дольше и счастливо проживем. Каждый посетитель амбулатории получил медаль с лозунгом мероприятия. Имел возможность принять участие в викторине на тему здоровья и выиграть приз. А для маленьких пациентов в детском уголке работал аниматор, который под веселую музыку развлекал ребятишек. Нам очень все понравилось. Мероприятие было очень хорошее, особенно для деток. Для них вызывательно. Спорт, как бы это жизнь, поэтому нужно заниматься спортом. Всем этого желаем. И сами занимаетесь? Да, конечно. Я спортсменка, занималась карбатикой три года. Специалисты Разылковской амбулатории уверены, предотвратить многие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые, можно, вычеркнув из своей жизни стресс. Именно поэтому сегодняшний праздник врачи постарались сделать таким добрым и забавным. Юлия Погасьян, Грил Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. Рождение ребенка всегда связано с необходимостью оформления большого количества документов. Для удобства молодых мам в Видновском перинатальном центре уже несколько лет функционирует отдел управления ЗАГС по Ленинскому городскому округу, где можно получить целый комплекс услуг. Как это сделать, расскажем в нашем сюжете. Милана и Юрий Мироновы узаконили свои отношения за несколько часов до начала родов. Прямо из ЗАГС отправились в перинатальный центр. Видимо, их дочка просто не хотела пропустить такой замечательный день создания семьи. Роды начались, мы планировали чуть позже, но решили, что нужно, чтобы ребенок родился раньше. Поэтому вот так вот получилось, что в этот же день пришлось зарегистрировать брак. Семья Мироновых успела официально зарегистрировать брак до рождения ребенка. Но если будущие родители по каким-либо причинам не успели стать супругами официально, услугу можно получить в Видновском перинатальном центре. Начиная от регистрации рождения малыша, установление отцовства, если мамочка не состоит в браке с отцом ребенка. И также у нас есть такая услуга, мама может заключить брак с отцом ребеночка, если до рождения малыша они не успели вступить в брак. Сотрудники отдела номер два управления ЗАГС по Ленинскому городскому округу, расположенном в перинатальном центре, помогут молодой маме получить целый перечень документов, необходимых для малыша. Мамочка родила малыша. Сотрудник управления ЗАГС подходит к ней, предоставляет ей на заполнение анкеточку. Она заполняет все сведения, то есть как назвали малыша, фамилии, имя, отчество, дата рождения и указывает весь комплекс услуг, которые она хотела бы получить. Медицинский полис, ННН, СНИЛС. Здесь же можно подать заявление многодетности, а также оформить прописку, прикрепиться к поликлинике и встать на очередь в детский сад. Также у нас выдаются справочки на федеральное пособие, которое родители предоставляют по месту работы. Оформляется подарок губернатора, либо выплата губернатора по желанию мамы. Получили документы сразу на ребенка. Это очень удобно, что не нужно тратить время. И сразу же в роддоме можно получить все документы. Все очень здорово. Мне нравится, как работают специалисты в детском перинатальном центре города Видное. Очень по-человечески все отнеслись к нам. Прямо все супер. Отдел ЗАГСа в роддоме пользуется большим спросом у новоиспеченных родителей, ведь процесс получения документов стал намного проще. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ. Во дворце спорта «Видное» состоялось открытое первенство Ленинского городского округа по художественной гимнастике «Навстречу мечте». Соревнования проводятся в муниципалитете третий год подряд. Очередной турнир собрал более 200 спортсменок в возрасте от 5 до 16 лет из Подмосковья, Москвы и других городов России. Юные гимнастки порадовали зрителей не только яркими образами, но и разнообразием программ. Выступления судьи оценивали по нескольким категориям – артистизм, эмоциональность, сложность элементов, техника и частота исполнения. Победители и призеры турнира получили дипломы, медали и ценные призы. В Центральной библиотеке города «Видное» прошла выставка уникальных работ художницы Людмилы Беляковой. Они выполнены в авторской технике сверкающей живописи на металле иглой и ножом. Прикоснулась к прекрасному и наша съемочная группа. «Живая энергия любви» – так называется уникальная выставка, прошедшая в Центральной библиотеке «Видного». Более 120 работ выполнены художницей Людмилы Беляковой, ученицей знаменитого ученого и художника Владимира Ероля, автора техники гравюра на металле. Это и портрет, это и философия, это и пейзаж, конечно. Это и религиозные картины здесь есть тоже, которые она создает на металле. Ее инструмент – иголочка, и больше ничего. Работы выполнены в авторской технике, которую художница назвала моногравюрой. Сложно поверить, что все они созданы иглой на меди, без применения красителей. Тем не менее, Людмиле Беляковой удалось получить более 40 оттенков цвета. Жемчужиной коллекции считается работа времена года. Это работа интрига. Она написала три времени года. Это красивейшая работа, пейзаж. И не указала, какие времена года она нарисовала. И на весь мир объявила о загадке. Разгадывайте сами. Художнице Людмиле Беляковой сейчас 81 год. Она продолжает творить, но на выставке в силу возраста уже не ездит. С ее произведениями мир знакомит коллекционер и директор Ассоциации деятелей изобразительного искусства творчества из города Волжский Сергей Ремезов. Эту экспозицию он собирал почти 40 лет. Времена года. Вот сама природа, вот что ее так передать. Вот и на металле, и столько цветов. Это просто какое-то чудо. Каждое произведение – это шедевр. И оценить каждую по отдельности очень сложно. В общем, все очень нравится здесь. И очень красиво, и хорошо. Это фантастика. Экспозиция «Живая энергия любви» уже побывала в 28 странах. После Видного она отправится в выставочные залы Турции. Екатерина Борисова, Галина Житкова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи.